Второй день, когда мы заслушали показания предоступительного следствия, сегодня Топихина Евгеньевича. А чтобы я хотел обратить внимание и воспользоваться своим правом, сегодня я так подытожим, сказываю все, что он сказал. Ну, четко и ясно, после особенно прослушанной аудиозаписи, я понимаю и все присутствующие, но думаю, также относятся к этому, что как Чудунов, как и Топихин имеют ко мне четкое, устойчивое, неприязненное отношение. С чем это связано, мне трудно, если очень издавшим туду, пояснить, потому что когда мы стали общаться, сидим, дети, Топихин, я помню эту фразу, которую мне сказали в своем автомобиле, что он двигает, что 100 рублей на хлеб нет, помоги, пожалуйста, устрои на работу, хоть в чем-то помоги. Миша Хамадуров уехал в Краснодар, не год друг, они там, женаты с Хамадуровым были на всеострах, у них там тренерские отношения, с 90-х годов, как он на пояснил, нету ничего на хлеб. Опять же, таких, что Пригаров негодяй, сего слов, непонятно. Почему? Потому что на работу у Аквест, у Артанова, попросил взять, я на протяжении 2007 по 2010 год, он, не имея работы в Саратове, работал у Олега Шевчановича Бартанова, газового садинца. Далее, опять, негодяй Фригаров устраивает Топихин, опять по просьбе его, что семья нуждается, что трудное материальное положение, я прописываю к себе, в свое жилье, в жилье своей супруги, его сына. Настолько такие добрые отношения прописываю, чтобы сын его в 36-й лице, там, или куда, пошел в школу. Дальше, я прошу взять его на работу, в УК, ГБ, Саратов, Шахурдина Шевчановича Балонкина, потому что, опять же, мы земляки, у него трудное материальное положение, или что-то еще, но он обращается с просьбой, и иду ему навстречу, во всем этом ему помогаю. Я думаю, эти факты он отрицать не будет, это было бы глупо. У нас, получается, из показаний, что мы имеем, что Чугунов предложил выгодно купить дачу, Бива, в районе 9-й дачи, а Топихин, опять же, не было бескорыстно. Все было корыстно, это мы увидим дальше. Взялся эту дачу оформлять, изучил документы, высказал свою позицию, потому что, как он в судебном следствии нам пояснил, он имеет специальные знания. Он этим вопросом занимается профессионально, в том числе и расслабился на оформление прав на земельный участок и объект неудвижен. Знает этот вопрос внутри глубоко. У него есть устойчивые связи, потому что, как я ранее говорил на следствии, что он еще с 2000-х годов, в том числе и водителем в прокуратуре города Саратова, покойный депутат Григорьев, все знают, про Лешина он утверждает в аудиозаписях, что он знает, что систему оформления земельных участков придумала Леша. Топихин все знает про их всех. Все. И дает всем акцент, что характерно и интересно. Ближе к детали. То есть с 1 января 2013 года Козырев выдает доверенность Топихину на оформление земельного участка, дачного дома 574. То есть на тот момент Топихин уже все изучил, он все знает, что возможно оформить, он сделал соответствующие запросы и начинает постепенно этим делом заниматься. Он оформляет, он знает, что дом Козырева якобы сгорел в 2003 году. Он понимает, что в 2006 году объект утрачен в силу 39 статьи земельного кодекса. Объект утрачен, но об этом никому не говорит. Слов законно, последовательно. Далее он не знает и забывает о том, что в 2018-2013 года Козырев умирает. То есть доверитель умирает. А Топихин регистрирует право собственности на объект 574, на умершего Козырева 18 августа 2014 года. Более года после того, как Козырева нет. Опять-таки все действия незаконны. Но об этом-то никто не знает. Он же по-своему все это дело оформляет, регистрирует. Далее всплывает фамилия Кормилицына. Прекрасная женщина, я ее прекрасно знаю. Педагог. Но ему удобно оформлять. Дачу Козырева на Кормилицыну. Выше дачу, которую ему предложил Чугунов, на Кормилицыну. Земельный участок рядом с объектами Чугунова на Кормилицыну. Хотя, как мы услышали в записи 01.30, он специально ввел Чугунову в заблуждение, что этот земельный участок мой. Для чего? Ты опять провоцируешь Чугунова на негативные действия и решения в мой адрес. Для чего это делается? Непонятно. Я об этом его точно не просил. И вся совокупность действий Топихина привела к чему? К тому, что, как я уже озвучил, 2 апреля 2021 года суд вынес решение о сносе сруба полностью. О сносе. Самовольного объекта. Суд четко сказал, что все незаконные действия противоправных совершены одним лицом. Топихина, переходы права от Козырева, оказывается, они были безденежные, от Кормилицыны к Федорову, от Федорову к Пригарову. Все безденежно. Но он разбирается, он так говорит, сообщает, что все законно, обоснованно, все четко. Берет деньги на регистрацию права, на доверенности, на справки БТИ, на все иные документы. Очень выгодная и удобная политика. И получается, Чугунов предложил, Топихи наформил, и все незаконно. И в итоге, потерпевший, кто-то, Фригора Проман Викторович в этой ситуации. Вы думаете, если я обращаю внимание, что... Да, кроме того, вот мы сейчас опять, напомню, Морозов, 01.30 запись, все четко ясно, что он оформлялся рук под дачу Чугунов, под дачу Козырева, по документам. Козырева должен был, он оформлялся рук, что-то ему мешало, что-то еще. Он не называет меня, он этим занимается сам, добровольно. Как мы опять-таки выяснили, в ходе этой записи прослушать, на возмездной основе. Чего безвозмездно людей не имеют в этом случае, не дают. Я так предполагаю, и соответствующие документы и пояснения будут даны позже, в том числе, и для аналогов, собранных членов и доказательств. Поэтому, врачи Расшук, внимание на то, что все позиции Топихинаска, она основана на неприязненных ко мне отношениях, на каких-то агитах, на некупленных дома, на некупленных джипах, о том, что дом там с пригаром чуть ли там на уши не падает, что у него какие-то мечты разбили жизнь, опять какие-то запригарные. Он с посторонним человеком, с чугуном, который, как он говорит, второй или третий раз в жизни, обсудил меня всего и моего брата с ног до головы. Хотя, до этого он поясняет, что мы с 11 по 15 год находимся в дружных отношениях. Ничего себе дружного. Вот так прям, ушат вылил грязью, и такая дружная. Интересно. Но я считаю, что это будет на совете каждого. Не знаю. У меня все, лошадь, спасибо.